Всем доброго времени суток, и сегодня у нас на обзоре сервер игры Blade & Soul Orion. Кратко о сервере, здесь нет духов, максимальный уровень соты, очень продуманная система классов, а если быть точнее, то все классы на сервере актуальны. Сюжетная линия только до 20 уровня. Ссылку на изменения классов я оставлю в описании под видео. Начинаем игру мы со стартовой локации, и как во многих проектах, проходим стандартную цепочку квестов, и попадаем в старый добрый Тарьо, именно в тот Тарьо, который так и полюбился многим старым игрокам с начала выхода данной игры. Для комфортного старта игрок получает питомцев на 30 дней, как ездового, так и собирашку, которая ничем не отличается от питомцев из игрового магазина. Многое из игрового магазина было вырезано, и чтобы получить заветные золотые плюены, надо будет постараться с РБ-боссами, так как в одиночку вы убить их не сможете, придется искать единомышленников, если хотите получить ценный дроп. Выполнив цепочки квестов, вы получите снаряжение монаха для комфортной игры. Все квесты вы увидите на экране. При прохождении таких данжей, как библиотека, обитель зла, логово тьмы и место власти, вас будет ждать интересный дроп от купонов и рун удачи, а также точки с сундуками звезд. И не забываем, что в землях эльфов мы можем произвести обмен плодов на думоны, и обмен можно совершить в любое удобное для вас время. Даже рыбу мы можем обменять на думоны. Не стоит забывать еще о руднике, там мы копаем не только руду, но и наживку для рыбалки. После того, как вы получите стандартный набор снаряжения, вам станет комфортно фармить данжи не только, но вот по достижению 80 уровня у вас станет выбор между кристаллами Элизиума и Абсалема, которые тоже на данном сервере подверглись изменениям. Ведь если посмотреть на тот же официальный сервер, самый популярный это кристалл Элизиума, как по навыкам, так и по урону. Многие из кристаллов Абсалема не работают как положен, да или вообще нет от них нихрена толку. И как бы грустно это ни звучало, администрация официального сервера данной игры нихрена с этим ничего не делают от слова совсем. А в завершении видео хочу сказать, что любое снаряжение фармится комфортно и всего можно достичь без каких-либо вложений в игру. А это очень-очень большой плюс для данного сервера. Все статы снаряжения вы увидите на экране. Пока!